я думаю недалеко не скажет, что Лигина это царица Миды, один из сильнейших героев, она просто душит, спамит постоянно, вообще сложно найти герой, который бы мог душить и на ответ, тут у нас все время душит, ну как и ожидалось, да, на этой линии, ребятки, делать ферсбак, и и это сигнал, просто потому что Секера, он такой сноугольный герой, продолжает развлекаться и искать свои места на карте, ну а здесь вот до ночи ничего не должно происходить, потому что герои здесь сложно, все время, стейв, на топе нападение, ну Пашу пробери, плюс он под Меледиктом, и еще один удар нужно делать Лат Секеру, который будет сделан, там, Петечка, это вот Вич Доктора, и конечно можно было вот оставить такую ситуацию, но на первом месте по крифам, да, да, и не сказать, что ее эти выходы сильно напрягают, но она такой, она крепкий, тертый калач, вот Лину прогнать с мидой, помещать ее уничтожить, но тем временем, душка продолжается. А теперь на Шедоу Демон решили напасть, и на Ледикт у нас, какого уровня, скорее всего, второго, поэтому урона хватит, в этот раз в Узлок фраг остался у Блац Секеру, на самом деле, Вич Доктор такой саппорт, он, с одной стороны, очень приятный. А Секер может просто идти и, например, въезжать Феникса вообще на изи, просто потому что у него левел, у него сапожек имеется, и он там очень хорошо себя чувствует. Секер и Сталкер действительно хорошо свое время расстоял, мы видим, что не получилось, вообще Ликонтропа очень сложно на линии загнобить, он, конечно, из Ригена и так далее, все это прекрасно знают, но смотрите на это, Сталкер имеет на творчество повыше, да, вот там, там, они не убивали, по крайней мере, пока, но до ночи они не могли этого делать, а сейчас ночь наступила, и, возможно, какая-то помощь небольшая, даже что-то будет. Заяц опять в миде, его инвестиции, то есть нападение на Линус, спрятали Линус, Линус пошло, Линус, снэп, входит Телепорт, Линус сможет ли отстанется, пол КП, прилетает сюда до четвертого, нападение на Шаду Демона Лагуна, ветра неплохие, Линус, отойти, и стака еще, если они попадут, скорее всего, получат. От маленького левела, у него проблема, да, что вот он вроде бы стаки делает, но у него яд первого левела, а ядом первого левела, никого не удивишь, поэтому вот сейчас он как бы взял левел, не тащит Т-2000, может позволить себе все, что угодно, и, ну, бессмастеру не позавидуешь, да, то есть бессмастер, с одной стороны, хочется уйти в лес, но там уже в этом лесу бегает, что, ВД, просто потому что на линию не нужен, тут Сикер имеет стопроцентный фриктор. Сейчас будет встреча, пошла Раптура на Зайца, под поляну, Зайц, очевидно, спрячет, какое-то время он выиграет, но у нас это делает телепорты, касочки по шлеме, летит, Феникс, Флай, полетел, хотя бы Феник, ну, хотя бы бюджеток-то разменяться, там визит, вот. Если посмотреть, четыре героя здесь боролась против ВД, вот еще одного героя забрал, Сикер-кос побежал. И для него, конечно, все идеально. Две тысячи преимущества за бизлиминг, все очень неплохо, мы смотрим на трех фор-героев и понимаем, что они своих оппонентов переживают. При том, разница между Ликонтропом и Блотикером уже очень по-голку, нападение опять на Лину, тут уже перемещается не только Шадлутерман, но еще и Феникс, но Лина, судя по всему, уйдет. Да. Уберблокерер уйдет. На Эвокера сразу нападение, в этот раз у Лины было нападение, Сержка, и это какой улыбок на Лину был в миде? Я уже не знаю, но, честно говоря, не радует своей игрой, а то радует своей игрой в ВД. Вот стоит такая пятерочка, и уже она седьмая по Неферсу, у нее две сто, она там медленно вертогоняет мидера и Блокера. С Рором должен быть, и пошел Рор как раз в Вич-доктор, где какие-то телепорты, телепорты не планируются, Мередикт там отбросился, ну да, в этот раз он погибнет, но вот и телепорт. Прилетает у нас Найт Сталкер, Раптура пошла на Пашу, и под Мередиктом опять же Паша, задувочка, фракт остается Бладсикеру. А здесь у нас еще Зайца подцепил Эрол, и как вы видите, с ним он также разбирается без проблем. Одного саппорта пятой позиции, они меняют. Если бы чуть пораньше прилетели, я думаю, что мог бы и Вич-доктор там выжить, но, ладно, самое главное, что прилетели, самое главное, что отомстили за его смет. Опять же на Лину, на саппорту, на саппорту, но в этот раз с Резолюшеном они должны попытаться что-то сделать, с Тачком Лина попадает, и еще контроль от Дарк Виллу, неужели сейчас сам Резолюшен погибет? Да, так и происходит. Это, по-моему, пятый выход в мир на Лину, и первые два раза там вообще, в принципе, ничего не получалось сделать. В предыдущие разы опять же Лины выживают, они сейчас и инбокер сказали, что его заберут, да, забирают. И его мега-хилл для Бладсикера 2.11 примерно так же выглядели вчерашние игры, которые мы комментировали с Медиаем, и вот примерно в этом ключе, в принципе, идет и сегодня. Куш-потенциалом, с сильным мидгеймом, пытаются навязать как можно больше экшена в миде, но все попытки Ашеров на данный момент не получили. Да, мне кажется, если они на Резолюшен, у него, кстати, нет телепорта, и у него нет и тиммейта. Но здесь надо забирать флая, первое, что сделать, он у нас в последнюю тычку, еще приходит до пилу, пошла урна, ну хотя бы витрами нет, и витрами тоже не выпадают. А Тикер прокосанный, неприятно, ну и... Тикер живет. Тикер выживает, еще опять же урна у нас пошла на Ивам, но он решил сходить на базу, у него по велим ресурсам были проблемы, то есть хп там можно было себе еще восстановить, но вот с манами уже. И вот тогда, в принципе, если говорить от того, что они убивают мид, было бы более-менее, так мы видим, что они сейчас пытаются напрячь лину, и в этот раз уже намного лучше получается, просто потому что здесь уже все ресурсы вкладываются в хейзер, но даже в этом случае он выживает, получает урну и отхиливается. И теперь Ашеров нужно валить, срочно бежать. У нас Сикер. Сайланс, ну, по ресурсам посмотри, то есть на Сталкера 0 ману, Лерал 0 ману, пришел Бладсикер, у него раптура в фулдауне, они отдали вич доктора, опять же, сколько всего дается в лину, и никак не получается. Ее забрать. Ну, хотя бы по золоту, ну, по крайней мере, я знаю, с Сталкером, примерно, знаковый флорс. Какие-то еще слоты нужно в гейминге для того, чтобы уйти вместе, ну, и, конечно же, ночью. Нападение идет на Феникс, вараптура, Сайланс и Флай, кстати, улететь никуда отсюда, он не улетит в это время, там, Бессмастер, а... В соло забрал. Ну, я думаю, что как раз, принципиально, мне этого слыхает, ждали. Ну, да, да, для Пуша, для Рошана, ящерица сейчас, ящерица и роженщик, Баба. Скимат нападения идет на Ошелу демона, Сайланс, спалкер, залетает, вместе с Дарквилл, подстанили, касочки, ну, очевидно, что тут демон здесь погибает. Да. Я даже как-то долго жил. Ну, причем, с изменением того, что особо-то ничего такого не тратят, это мой спалкер Кулган скоро откатится, все остальные тоже по качеству себя более-менее. Тут мы видим, что уже набегает онлокер Торнадо, и Торнадо неплохое, сплят феечку, но феечку стоит уйти в Шалуреал, и по итогу нужно сэвить, нужно сэвить я через мечка, а дракона. Это язейший. Друбы, стики, ВГ, то есть на выживаемость, на плотность, и тут вообще телеведом. Какие-то касочки манедиктные, феечку нет, просто ему, так его пытается засейвить, но сюда Флай прилетел, и как раз он должен убить ВД, что ли, как и происходит. Ну, такие вещи нужны, при том очень сильно у них шукается топ, возможно, даже кто-то пойдет его дефать, а еще у Бестмастера появился Блинк, и этого, как раз, возможно, не хватало, чтобы кто-то так башнифицировал. Да, он справа, он справа, он сейчас умеет с командой пойти. Так. Находят, но только неплохая, через ворставку, нужно все время выиграть. Сейчас мы не помогли, но все, как остается, резолюшен. Сейчас на боте, на шоу, у Паши есть Блинк, и здесь еще птичка. И там остальные подтягиваются, нужно бегать, бежать, 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 Лина, беги. Тюмей, неплохо, пустилон, запрыгивает Бестмастер, но Лина, как же грамотно прожимает БКБ? Она как сам страйп, и поет резолюшен, начинает ее контролировать, и нужно как-то ее спасать. Виночку можно спасти, еще супернова, он Феникса пошла, пытается, хотя бы, Зайца. Размен уже 1-2, забрал Бестмастера. Пошла у нас Поляна, нападение теперь со стороны Ликантропа. На Сикера, но он очень быстрый, мы идем на Ликантропа. В это время, Найт Сталкер разбирается у нас с Фениксом. Феникс, Ветра, Флайк, дайте улететь с помощью Карст Дайва, никто ему улететь не даст. Это размен пока 3-1, она поопаснее смотрится. И пока, если можно будет, он не постарался. Ликантроп, пытается прожать форму. Он прожал форму, но он постоял, его тронут из Мастера. Но Найт Сталкера, Найт Сталкера просто стирают, еще должны потерять Доктора. Замедление от Кабанчика идет, Форст Граф от Мелоди. И еще поставил на развороте Дезвард, но подсвета Шаду Демона работает неплохо. Пошла Раппура, так, в принципе, Флайя здесь точно потеряют. Разменяли одного героя на второго, и Революша пытается уйти с помощью Флиппорта. И включается на Шаду Демона, на Шаду Демона забирают размен 1-2 на их монстр. И на, насколько кому это выдумано, мы сейчас нам показали графики. А вот теперь, если по цепи Тейнблокера шансы очень хорошие, это, конечно, может быть совсем неприятно, потому что размен станет резко 1-3. Лагуна залетает, Тейнблокера забирают и сразу переключаются. Тейнблокеру стоит задуматься о том, приобрести что-то подобное. Линдгансфера появилась у Сейкера. Если я до этого момента боялся Рора Бестмастера, то теперь Сейкер может нати вперед, Лина заходит и дается как раз ее Рор Бестмастера. Вообще много ХП, но БКБ и на развороте пытается еще сломать Супернову. Что у нее получается сделать? Там достается линия, задумочка, Бестмастера также забирают. Ну, это время Найт Сталкер с Шаду Демоном стоит взвар от Вич Доктора. Это минус 3, переключаются на Ликантроп. А Ликантроп погибает следом, переключается на Инвокер. Имеется просветку у Найт Сталкера. Он бежит дальше, погляну от Лордвок Сликер. Выражает Форш Стриттер. Ну, понятное дело, что его здесь никто не отпустит. Это минус 5 в ноль. Да, ну, здесь молодцы, гейминг все сделали очень круто. А Шеррих я не понял. Собираем обычный нормальный артефакт. Все, там просто и факт будет небо и земля. Вот там показывают, как чуть-чуть у Финсона. Кстати, Бетбар со стороны Феникса, Ветра, ГМВ, Адзоннили. Великоват, а там Вич Доктор, возможно, как-то повторяет. Вообще, все нужно бежать. Все сплывают, они кинули минусы, чем-то он в Сума Флайм врывается. И он, понятное дело, отпускать не должны. Они просто хотят забрать остальных. А им не нужен этот Феникс. После Байбэка Стриттера собирают, что и демон. Тот также Байбэк, это сбивает. Ликонтропу. И Усимейдер Филл в рактуру на Ликонтропе дается. Идеально сыграно. Катаклизм, Инвокер. Перед смертью успевает Дайсмила. Теперь на Фейлса после Байбэка. Сам Косе его забивают. Их, кстати, посмотрю на ХП. Элина очень похвастанная. И Виги Доктор. Но добить никого, кроме Дарс Виллу, не выходит. И в итоге сейчас нам покажут Пайтрекап. Мы поймем, что у нас по Байбэкам. Семьссот тут такой БМХ 900, Ликон 1200. Ну, в общем. Но знаешь, можно сказать, Феникс-3. Все понятно, говорит Сайс. Это два Феникса. Потому что он все-таки выиграл. Но в любом случае, это больше, чем Ликон. Вражу больше. Но тут уже идет добивание. То есть мы видим, что здесь уже никакой борьбы по сути нет. У нас в той драке Ашера вообще, в принципе, все свои спилы кинули не туда. Инвокер дал ЕМП. Торнадо просто в молоко. Ульт дали на Сталкеров даже не стали Фокус. И после этого они еще зачем-то решили драться. Хотя было очевидно, что без кулдаунов и драфт ничего не мало. Это еще очень хорошая комбинация вообще. Если у Сатаник и Ликви Свера, если что, если еще будет, это, конечно, очень сильно. Только футоны не хватает у Ашера. Так у нас прицепили бестмастера. И он по трактуре. Сейчас сидит поляна. И вот он к ним. К ним у Паши имеется ОБЭК. Сочная, не хотелось бы его так просто делать. Но у Ситерса Егеса и Вигейминг вполне вероятно, что подумают о заходе на хайграунд. А Шеры, кстати, в результате преимущество уже за 17 тысяч перешло так. Флай, 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 флай. Не успевает у нас иметь телепорт флайл. Хотя бы какой-то приятный бонус. Однако здесь Флай и так встречает. Мы с утра. Подходит стикер. Клисм разбирается у нас. С шедоу-демоном. И Ликантроп от ультимейта смог сгрызть Виджу-доктора. Ветра, чтобы не подпустить тикера. Отступают. Шепионка слайд наива. Теперь Найт Сталкер. Найт Сталкер. Сайланс залетает. Валяна сейчас пойдет. Только поэллент блокера имеется. И очень не хочет блокера его прожимать. В итоге приходится. Вот только поможет это ему или нет. Потому что они уже находятся на базе. Да, блокеру не помогло. Помогло. Видимо пришлось прожимать. Скорее всего стоило пораньше прожать. Да, потому что он получил урон. Сложнее, сложнее. Там герой. Там герой в гейминг просто сильнее. Они пытались, но они вчера с игры от них пошел замес. Тут с одной стороны подцепили Зайца. Из другой стороны подцепили Элекотропа. У Элекотропа есть БКБ. Нужно пытаться уйти. Башера, видимо, еще у Сикера нет. Пытается припичиться на их носу на флайн. Он далеко. Посмотрел на эту всю ситуацию. Ну, кстати... Максимум, у кого он удаливает, это саппорт в ВД. Вот она фея. Она просто вот так вот делает, и все. Эрликан, что делать? Нет. Эрликан, дела нормально. Нормально. Будут еще хорстапы. Менесно хорошо. И теперь на развороте. На развороте походит Найскалкера. Странс по Фениксу. По Цибири. Рорак Бесмайкера пошел в Сикера. Катаклизм. Сикера, ну, не только что с Датейш. Должно упадить Рону, но он на развороте. А у него еще был Аегис. Плюс Рорак пошел в Аегис. А в это время уже забрали Феникса. Уже забрали Леконтропа. Уже забрали Шеду Демона. Идут дальше Зайдлокера, который пытается учить с помощью телепорта на своей же базе. Короче, последний драк. Мне он. То есть там было 5 героев. Один из них с Аегисом. Лекон так настойчиво бил стикер. Как будто он без Аегиса. А потом такой, а там Аегис? Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе подумал Лекон. Не писал, как я после этого. Короче. Это, наверное, будет один из самых.